Снятие кандидатуры Абызова с кандидата в депутаты Курултая. Два пьяных узбека, материала нет. Мы установили за последние два месяца. Давайте так, выстроили. Это уже не первый, потому что угрожали другим дольщикам. Также Абызов угрожал. А где вы были, почему вы не разбирались? Вы этого человека к себе в партию взяли. Совершится какому-то правосудию в отношении господина Абызова. Я так понимаю, что следствие идет ни шатка, ни валка. Обвинение в мошенничестве не особенно и предъявлено. Деньги в стройке возникают из объекта. Здесь где? Где деньги? Здесь, посмотрите, по четыре этажа везде все продано. Где здесь деньги? Очередная голодовка началась в Башкирии в долевом строительстве. Этот объект немножко отличается от других. Цветы Башкирии. Здесь смешение всех форм и видов. Здесь есть и инвесторы, здесь есть и дольщики. Вот сейчас мы попытаемся понять, в чем проблема именно этого объекта. А самое главное, понять, какая перспектива выхода из этой кризисной ситуации. А это что за дамы? Это вот, смотрите, здесь получается два застройщика. Один, то есть, это получается Абызов Андрей. Но по документам идет Андреев. Это подставное лицо. Это, как получается, Абызов друг. На нем была фирма ОБСК, которая сейчас обанкрочена. На данный момент, получается, четыре дома. Это вот Абызовы с Андреев. Ну, Андреев тут ни при чем. Первый, второй, шестой и восьмой. Мы можем пройти к шестому и к восьмому. Шестой он коробка, а восьмой вообще фундамент. Можем посмотреть сейчас. Остальные дома, значит, по литерам я честно не разбираюсь, потому что это вот дома их. Это кооператива Цветы Башкирии. Цветы Башкирия. Это Ханафин, Ревенко, Разбешкин, Кашапов. То есть, четыре тоже гражданина, которые начали вместе с Абызовом эту стройку. В итоге потом они, значит, там разругались, поругались. Тем не поделили, да. Начали здесь дележку, значит. То есть, это мое, ты там, забирай свои носки, уходи, как Абызов им крикнул. Они сказали, нет, мы не уйдем, пошли суды. Суды пошли с 15-го где-то года. То есть, с конца, по-моему, я сейчас не буду обманывать. Вот, пошли суды и встряли, так скажем, граждане, которые просто... Инвесторы, да, купили. Они тут воюют, земли делят, а мы, значит, встрявшие сидим и ждем, пока не там война закончится. В итоге сейчас они договорились вместе с госстроем, то есть, под подмогой госстроя создали, сделали мировое соглашение, напечатали, которым, в принципе, не учитываются права граждан совершенно, то есть нас, дольщиков, а учитываются интересы двух застройщиков. То есть, здесь есть земли немножко, где можно построить два дома. И вот эти два дома Абызов, товарищ, так как бы земля была под БСК, отдает вот этим товарищам, чтобы они типа сделали коммуникации и типа сделали озеленение. Но, знаете, ничего нигде не прописано в мировом, то есть на словах, я тебе отдаю, ты построишь, а остальное построится на средства корпоратива Святые Башкирии и Башкортостана. Ну, я еще оговорочку делала, за это время Абызов создал еще корпоратив Святые Башкортостана. Так, он обанкротил БСК, ему же надо было как-то здесь, чтобы вы до конца не посадили, не закрыли. Он создал такой же корпоратив, только у этих Цветы Башкирии, у этих Цветы Башкортостана. И тоже сейчас уже там, по-моему, что-то обанкротство сейчас не буду. И под, значит, под этим корпоративом он типа сказал, что будет строить. Типа, опять же, но корпоратив этот у него не строит. То есть, людей также с БСК переписал в корпоратив Цветы Башкортостана, сделал им векселя, так же там получается. Вот, получается, они застройщика поменяли фактически, да? Ну, фактически, да. То есть, огромную лодку утопили, да, создали маленькую лодочку. Хорошо, у вас новые договора теперь? Нет, нам предлагали перейти к оперативу Цветы Башкортостана, Абызова, но количество, то есть, инициативная группа в лице нас уговорила количество народа, чтобы они туда не шли. То есть, мы остались, мы вступили именно вот в эту большую лодку, которая утонула в БСК. То есть, мы инвесторы ООО Башстройкомплекта. У меня договор инвестирования, я не расторгала, я не переходила к оператив Кобызу, потому что я понимала, чем это закончится. А еще в дорожной карте, он в 20-м году должен стать, 23-го, 23-го, 20-го года. Что здесь до 20-го года? Если 95% уже, уже на бумаге где-то я читала, от 70 до 95, как... Да, до 20-го года сетей не будет. Ну, вообще, похоже, ничего не будет. Готовность 95%, еще в 16-м году было. И он 2 года будет стоять под снегом, под самым, под самым, под самым, под самым, под самым. В конце сетей-то несколько? А честных нет? Сама построить в начале, в конце сети. Построить 3 месяца. Здесь тут 3 месяца. Уже вообще... Скоро эти коробки развалятся, посмотрите. Есть еще и фундамент просто? Просто на быстро. Ну, конечно, не развалятся. Там вода в подвалах, все. Весна все стояла. Не откачивается. Сейчас, я не знаю даже, наверняка можете отсюда, вода наверняка в подвалах. Не техника делать. Простые рабочие могут ходить? Ходили они, когда они в поселии ходили, обычными ногами. Вот, проходили. Никто здесь не ходили. Какая здесь стройка была? Давайте мы вас на этом фоне сфотографируем или снимем. Ваши слова и факты. Давайте, давайте, подойдите. Подойдите, подойдите. Два месяца за пол сделаны крыши. Крыша была два месяца назад. Какие два месяца? Это вообще было. В феврале месяце здесь сидел, два узбека пьяных. Я приезжала, мне дольщики звонили. Два пьяных узбека, материала нет. Стропила системы установили за последние два месяца. Давайте так. Выстроили. Вот это трава. Вы же соображаете. Вот это вот, как стропила или как. Сколько времени они не накрытые. Железом могут стоять. Сколько времени. Они их делали два месяца. Я понимаю. Они подождем сколько простояли. Их сейчас надо снимать и заново переделать. Потому что нету там крыши. Нету там. Это дерево. Да, оно не сходу типа встает. Так его же надо было накрыть. Он зимой его сделал и не накрыл. Это же сейчас опять менято. А зимой они лишили только часть. Вы скажите, вы кого сейчас защищаете? Вы за дольщиков или вы за обызовом? Нет. Вот это вот сейчас вы считаете, что правильно, если вы строитель? Я не строитель, я и то это понимаю. Количество кредиторов юридических лиц и количество кредиторов физических лиц. Какое-то соотношение сейчас уже известно? Ну, по данным объектам порядка 650 физических лиц, кредиторов и порядка 20 юридических лиц. Давайте вспомним момент, когда обызов только Хлопина признали управляющим, с войной скидывал, здесь охрану заходил, которая стояла, стройинвеста, получается, и даже дополнительно Хлопин, по-моему, сюда охрану заводил. Он с войной залетал с дольщиком, сюда на стройку, откидывал охрану, нанимал свой чоб, заходил на стройку, делал вид, что он стоит 600 дома, продавал квартиры. Это же было все в конкурсе, Вася. А? Вы забыли? Он же заходил, он же пытался, типа, стройте, потому что были продажи, потому что можно было, было еще что-то продавать. А сейчас просто продавать нечего, поэтому, вы говорите, в конкурсной массе нельзя. Все это было, мы это помним, это в наших глазах было, как какая-то была война с Хлопиным и со стройинвестом. И прекрасно он заходил и строил, и складывал, и что-то тут делал, и вел продажи. И шло в интернете постоянно через залетал в продажи продажи. Олесь, тебе что надо, чтобы он не продавал или чтобы он строил? Мне надо, чтобы не он строил, все. Мне надо, чтобы был новый застройщик, пусть государство нам дает новый застройщик. Не, ну в чем проблема? Возьми новый застройщик, и владею. Подождите, а я вас что-то прошу, подождите. Я вообще вас не звала сюда, чтобы вы что-то со мной как бы разговаривали, что-то. Вы сами пришли и сами сейчас со мной рядите. За ним меня как бы, это мой объект, я за него отвечаю. Что это, это ваш объект? Что это вдруг ваш объект отстал? Это компания, ваш тройкомплект. Вы просто по доверенности ходите от рыбалки. Это объект, за который отвечает конкурсный управление. Правильно, вы за этот объект. Вы столько что сказали, да, и этот объект отвечаете. В этом объекте вот этот дом. И какой ответ вы хотите ответить? Он не нужен, пошел этот дом отдельно? Что значит, что он не нужен? Ну, вы только что сказали. Я вам говорю русским языком, что в настоящий момент технически невозможно осуществить стройку. В настоящий момент. Нет, мне ваша перечень научных слов не нужна, мне конкретно. Вы только что сказали, что это ваш объект, вы несете ответственность. Скажите, пожалуйста, какую ответственность вы можете нести вот за этот дом? Функтусный управляющий несет все объезд за сохранность объекта. Вот я хочу узнать за конкретный вот этот. То есть, соответственно, он определяет его. Потому что этот фундамент хранится уже 4 года, что там даже это под охраной деревья выросли. А что вы хотите от фундамента управляющего? У него возможности только сделать 5 способов. У нас управляющие меняются, а Исхаков Руслан Шамильевич не меняется. Он всегда ходит то от одного управляющего подальше, то от другого. Понимаете? У вас два управляющие сейчас меняются. Что вы говорите? А мы вот не знали. Самое главное продать. А вы только всегда у нас... Самое главное продать. По доверенности. По одной, даже, мы на суде хотели убрать, значит, вашу дать... Вы по второй пришли. Я не кажется, что кто-то должен работать. А что же вы не работаете-то? Подождите, что она-то работает. Вот мы говорим, вот что конкретно... Работает, смотрите, сам себе противоречит, да? Я даже не хочу больше говорить. Вот поэтому дома. Уже август месяц, да? Поэтому дома. Только тогда, когда выйдет из процедуры какое-то процессуальное решение, можно будет говорить о его достройке. Первое требование – смена застройщика, так как есть объект на Баландино в Норсе, в счет этого объекта достроится в Тебашкирии. Полная смена застройщика. Второе требование – снятие кандидатуры Абызова с кандидата в депутаты. Кандидата Курлтая. Ну, третье – это одно и то же самое, сейчас повторюсь. Заставить Абызова передать эти объекты новому застройщику. Насколько могут быть удовлетворены требования кредиторов? Ну, вот смотрите, как бы задача конкурсного управляющего – это удовлетворить требования кредиторов, которые заявились в реестре. То есть, поскольку у нас ведет требование седьмого параграфа, ФЗ о банкротстве, то есть это банкротство застройщика, то есть удовлетворение возможно несколькими способами. То есть первый способ – это заход нового застройщика, выгодоприобретателя, то, о чем говорят сейчас голодающие. Второй способ – это создание жилищно-строительных кооперативов на базе тех объектов строительства, которые были. Третий способ – это реструктуризация активов в создании акционерного общества. И четвертый способ – это продажа имущества должника. То есть в данном случае конкурсные управляющие, они отрабатывают все возможные сценарии. То есть первоначально отрабатывался сценарий по созданию акционерного общества. Также отрабатывался сценарий по созданию кооперативов. Были приняты соответствующие решения. Также отрабатывался сценарий по мировому соглашению, которое также выносилось на собрание кредиторов, по нему также было принято процессуальное решение. Этот вопрос сейчас находится на рассмотрении арбитражного суда. То есть, что касается прогнозирования ситуации, в том случае, если будет приобретатель, это не заслуга одного человека и не процесс одного дня. То есть, в любом случае, рано или поздно, этот объект будет застроен. То есть, что касается достройки объектов, здесь нет нерешаемой экономической проблемы, когда не было бы внутренних ресурсов на предприятии. То есть, эти ресурсы есть? Эти ресурсы есть. Этот объект не будет строиться, пока не будет правой определенности. А почему? Потому что денег нет для его достроек. А куда есть наши деньги? Не будут финансировать. В декабре 2014 года я купила квартиру в этом доме. Что может послужить вот этим условным призом компенсации за то, что достроят ваши дома? Объект на Баландино. 100 с лишним квартир, там всего 14 дольщиков. А, то есть, там есть некий финансовый резерв, который может получить другой застройщик в качестве компенсации за то, что он достроит ваш дом. И здесь также есть чуть-чуть, буквально, насколько я слышала, на два дома место. Это для коммуникации и так далее. Вот именно в Светак Башкирии. Понятно. Как госстрой Республики Башкортостан относится к этой идее? Обсуждали ли вы вот такую схему с ними? Я имею в виду наше ведомство. Мы обсуждали, но вчера приезжали рекоператор от Густроя, значит, Денис Владимирович, и они сказали, что это сейчас сделать невозможно. Мы считаем, что это сделать возможно, если это сильно захотеть. Средств у кооператива нет, вы сейчас произнесли. Почему же в мировом соглашении тогда указано, что объект Цветы Башкирии будет достраиваться на цветы, на средства именно кооператива? Их же нету. Как это так понять? Указывается, значит, кооператив Цветы Башкирии, Цветы Башкортостана. Где эти средства? Это же прописывается. Что касается мирового соглашения, то есть мировое соглашение, и оно заключалось между двумя крупными кредиторами. Понятно. Между Строинвест Уфа и между Цвета Башкирии. Вот эти вот вопросы надо корреспондировать не мне, как предстоит конкурсному управляющему, а непосредственно им. Подождите, но вы же представитель управляющий, вы же тоже присутствовали, когда они подписывали это мировое соглашение, так же и Хлопин присутствовал, вы так же на всех совещаниях в госстрою присутствовали, вы же их поддерживали, вы же говорили, что есть эти средства, кричали тоже. У меня есть съемочки, я предоставлю на телевидении вам. Что касается средств, здесь средства, они внутри объекта. Только в рамках реализации этих объектов можно достать те средства, которые необходимы. Вы сейчас спросите, что их нету. Вы сейчас выкручиваете ситуацию? В настоящий момент средств, естественно, нет. Только когда ситуация будет выровнена, когда будет нормальная стройка, но это стройка. Деньги в стройке возникают из объекта. Здесь где? Где деньги? Здесь, посмотрите, по четыре этажа везде все продано. Где здесь деньги? Вот единственное, только два пятна, на которых стоятся два дома. У нас есть определение суда, по которому за цветов Башкирии, за цветами Башкортостана, вернее, за тем кооперативом, за которым стоит Абызов, за ними зарегистрирована квартира на 115 миллионов рублей. Квартир свободны. Он мне так и не показал эти квартиры. Но эти квартиры могут быть проданы. По определению, возьмите определение суда. По определению, он внутри их продает, также подрядчикам переписывает. Они могут быть и не в реестре кредиторов. А на какие средства он сейчас строит? Где он строит? Вот именно что он не строит. Где он строит-то? Вот смотрите, вот металл лежит. А вы посмотрите, где здесь строят-то. Давайте пройдем. Очень много месяцев сюда вообще рабочие заходили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Этот фундамент дома, полностью проданного дома, 100% квартир проданного, и нулевая готовность дома, ну то есть только фундамент, и этот дом тоже принадлежит Абызову. И вообще у меня складывается впечатление, что есть определенное сообщество интересантов, которые эту ситуацию, во-первых, хотят обернуть в свою пользу, я говорю о объекте Баландина, и, во-вторых, вторая их задача, это не дать совершиться какому-то правосудию в отношении господина Абызова. Я так понимаю, что следствие идет ни шатка, ни валка, обвинение в мошенничестве не особенно и предъявлено, перспектива уголовного дела достаточно смутная, но вот этот дом иллюстрирует ситуацию в цветах Башкирии лучше всего. Ноль готовности, 100% проданной квартиры. То есть я не знаю, какие еще аргументы нужны, скажем, следствию, каким-то государственным органам, чтобы вмешаться в эту ситуацию, потому что говорить о том, что вот эту проблему застройщик может решить, было бы по меньшей мере наивно. Потому что если сейчас у него по утверждению арбитражного управляющего нет средств на строительство, а полностью средства с дольщиков и инвесторов собраны, это говорит о том, что застройщик этот дом достраивать не будет. Это 100% в моем представлении. Соответственно, вот то вмешательство, о котором говорят голодающие инвесторы, это абсолютно необходимое явление, которого сейчас и нужно добиваться. Потому что сюда должен вмешаться и госстрой Республики Башкортостан, и в определенном смысле администрация города, и, конечно же, правоохранительные органы, которые должны несколько с иного угла взглянуть на эту ситуацию с господином Абызовым и его товарищами, потому что годами длящиеся следствия в отношении подобных людей как раз-таки на руку именно им, а не обманутым дольщикам либо инвесторам. Если мы приехали сюда решить эту проблему, я предлагаю следующий вариант. Получаются две абсолютно противоположные точки зрения. У вас одна точка зрения, у него другая. Он даже письмо давал нам с объяснением причин. А я вам могу это письмо предоставить? А я вам могу письмо сказать, я же вас не переговорил. Я же вас не переговорил. Поэтому я предлагаю сделать проще. Я думаю, Андрей Владимирович, как лицо, заинтересованное в этом строительстве или не заинтересованное в этом строительстве. Хорошо. Я не утверждаю, я здесь только рассуждаю. Я предлагаю инициировать встречу. Пусть он приедет сюда, и вы с ним лично поговорите. Очень, очень рады. Совсем что-то. Нет, а вы для кого это сделали? Может быть, у него действительно есть свое видение решения. Вот нас 430 человек, и он один. И вы ему верите, а в нас сомневаетесь. Я не говорю, что здесь на личности я не перекажу. У меня нет к нему ничего. Мы никому не верим. Он утверждает, что мировое соглашение подписано. Не подписано. Оно не будет подписано, что 20 человек подали, противоречит, что мы против. Если даже один инвестор будет против, оно не подпишется, ребята. Я не понимаю, почему вы отказываетесь от того, что он приедет сюда и высказать ему все. Мы не отказываемся. Все. То есть вас это устраивает? Очень устраивает. Все. Главное, что приезжайте завтра. Нет, сегодня нет. Завтра, послезавтра. Пускай приезжает со всеми документами, и я думаю, истину можно будет найти. Скажите, пусть вот дочек скажет, возможно. Вот сейчас скажите. Вы говорите, прямо хренетесь, что вот он приедет, скажет, разберется. А зачем нам смысл-то? Подождите. Да пусть приходит. Вот это дело началось с октября месяца 15-го года. А где вы были, почему вы не разбирались? Вы этого человека к себе в партию взяли. Почему вы о нем не интересовали? Да, информацию, почему вы не узнали? Почему вот эти данные, они лежат и в прокуратуре, и в Москве, и везде? Почему они до вас не дошли? Еще раз говорю, здесь две координаты. И вот сейчас вы говорите. Нет, вообще нам смысл здесь, а мы тут просим смену состройщиков. Вот дело, вот дело, вот дело лежит. Нормально вообще. Мы их не видели. А тут там человек пришел и сказал, вы свято поверили. И зачем вы нам сюда его продолжаете? Вы сейчас хотите... Вы вообще хотите... Потому что в каком-то комфортном... Хотя, стучи, а мы среком смену застройщика, нам не нужно туда выходить. Вы сейчас пришли, да почему туда пришли? Вам надо дом достроить. Нам нужна смена застройщика, нам здесь обыдеть. Нет, вам надо заехать в шрам, да вы еще раз. Я вам еще раз говорю, а вы здесь строите. Давайте вы не сами, мы пришли, идиоты, мы идиоты, мы знаем уже. А зачем вы сюда пришли? К вам приходили дольщики, но вы сказали, что Абызова самого обманули. Я приходила. Он хороший, вот женщина пришла, он хороший человек. В результате... Ну, я не знаю, во-первых, у которых сейчас вы приходите уже знать информацию. Вот мы вам рассказываем, у нас голодовка. Это не начало, вот вид возобновления старой голодовки 1 марта. Потому что 1 марта она была, нам как бы власти пообещали, что нашу проблему решат, что Абызов заставят строить и так далее. Что помогут нам, что вот они мировое там. Опять же, это мировое, которое говорит Абызов. За счет мирового прикинуть, да, сразу. По поводу мирового, то, что говорит Абызов, что мировое решит все проблемы. Оно не решит все проблемы, потому что этим мировым Абызов только лишь отдает два дома строинвестов, вот это второму застройщику, отдает, которых нету. То есть он дает землю под эти два дома, на которые тот застройщик будет строить, получается, коммуникации. А сами дома, сами здесь не построятся, Абызов их тоже не построят, у него средств нету в этих домах. Хотя он говорит, что они есть. Ему и интереса нет строить. Поэтому проблема здесь не решится. Также в мировом Абызов указывает, есть пункт, что дома он достроит на свои собственные средства, на средства Кооператива Цветы Башкортостана. Средств этих нету. Не копейки. Потому что были двойные продажи, это уже дураку понятно. В ГСУ, если вы так хотите узнать поле более доставленных, есть Главное средство управления, у которого все эти дела были. Воронцов Ольга Владимировна, наш следователь, уголовное дело было возбуждено 3 октября 2017 года. На неустановленных лиц из числа откователей БСК было возбуждено. Сейчас обвинение подъявлено именно Абызова. Вам об этом тоже сказали, но вы сказали, что это не играет никакую роль, пока не было суда и пока... По закону, да, по закону, он по закону. Еще раз, давайте, Мир Женьевич, мы здесь не на чьей стороне? Я вам не хочу, что на чей стороне, а вы рассказали ситуацию. Мы начали защищать Абызова. Ну, в России люди сказали так. Мы лично с вами беседовали, никто никого защищать не начал. Ну, по закону, да. Ну, вы сказали, что да, что он виноват. То есть наша сейчас задача, да, объективно разобраться в ситуации. Понимаете, мы хотим как бы выслушать на самом деле обе стороны, для того, чтобы понимать, на чьей стороне правда. Вы же прийти сейчас настройку, смотрите, в ситуацию, видишь... Неужели этот человек может сидеть в Курултае и руководить там законы, издавать для нас дураков? Ну, нельзя же, он мошенник. Он мошенник. Он дважды хочет бросить эту стройку, уже второй раз сейчас. Сейчас же, опять же... А уже на то же заказы так, да, что два раза... Это так же вы же сейчас препятствует следствию? Конечно. Зачем? Ну, вы сейчас помогаете... Это только в этом доме. Нет, это постройки. Постройки. Восемь партий. Двойные и тройные продажи. Абызов позвонил моему мужу на сотовый в день голодовки, как раз 13 часа вечером в 8 часов. Звонок есть. Единственное, не успели записать разговор. Он сказал, что он будет запустить мне и мужу всю жизнь, что мы его почему-то ненавидим. Требовало, чтобы я прекратила голодовку. Я сказала, что я не собираюсь с ним больше общаться. Потом он вечно позвонил уже мужу, потому что пути воздействия на меня он не нашел. Решил через мужа воздействовать, припугнуть меня, я так понимаю. Это уже не первый случай, угрожали другим дольщикам. Также Абызов угрожал. Дольщик тоже выходил с пикетом, насколько я помню. Сейчас я поимен... Просто у нас между нами разговор был у нее со мной. Она говорила, что он тоже... По-моему, звонил он ей. Сейчас не буду врать. Потом что-то, по-моему, они с мужем тоже к нему больше сходили. Муж сказал, что там была собственная жизнь упадет и так далее. То будут проблемы. Не первая угроза, не первый раз. Такие методы воздействия человека. К тому же, когда какой-то управляющий приступал к своим действиям, там у человека, который работает с управляющим, вообще машины горели. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok